КОСМИЧЕСКАЯ ГОСТЯ КОСМИЧЕСКАЯ ГОСТЯ У нас есть огромный массив данных, причем с множеством разных инструментов, как космические корабли, космические телескопы, так и наземные инструменты. Это были и спектральные наблюдения, и в оптическом диапазоне даже рентген, гамма наблюдали космические телескопы, радиотелескопы ближний инфракрасный диапазон наблюдали вплоть до практически исчезновения рядом с Солнцем. Все это позволяет построить более точные модели, как устроена комета, и, соответственно, предположить, что будет с другими подобными кометами, которые двигаются по подобным орбитам. Блогер, он и в космосе блогер. Эту истину подтверждает командир экспедиции МКС-38 Олег Котов и бортинженер Сергей Рязанский, которые рассказывают о своих космических буднях во всемирной паутине. Космонавты не только оперативно отвечают на вопросы землян, но и снимают видеосюжеты специально для детской программы «Пора в космос» совместного проекта Роскосмоса с детским телеканалом «Карусель». Сгали в дотла умчались не ступени, и невесомость наступила вдруг. Но, слава Богу, в космос мы взлетели со мной, гитарой и надежный друг. Внизу планета кружится, моря как будто лужицы, леса и горы видим с высоты. Хочу я, скажу я вам по совести, что выжить в невесомости лишь могут ненормальные, как мы. Хочу я, скажу я. Ржаветь они бы просто не успели. Следовательно, молекулы воды попали туда задолго до взрыва в атмосфере. Это открытие — первый факт в истории изучения хондритов, прилетевших из далекого космоса. Китай отправил на Луну самоходный аппарат Юйто, что переводится как «нефритовый кролик» или «лунный заяц». Имя китайскому луноходу выбирали всенародным голосованием. В нем приняли участие почти 3,5 миллиона жителей Поднебесной. Победил вариант с кроликом, который, согласно древнему китайскому мифу, уже живет на Луне. Аппарат должен опуститься на поверхность спутника 14 декабря в районе моря Радуги. Он будет не просто сканировать поверхность, а искать там полезные ископаемые. Сегодня на орбите Луны работает несколько космических аппаратов, в том числе недавно запущенный атмосферный зонд «Лэйди». Если китайская миссия окажется успешной, то это будет первой после 1976 года посадкой на Луну. Тогда на поверхность мягко опустилась советская автоматическая станция «Луна-24». Подразделение экологической безопасности Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры ввел в работу систему экологического мониторинга космодрома Байконур. Цель этой системы – минимизировать негативное влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду и выявить факторы воздействия. Такая же система будет создана в ходе строительства и использования нового космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Новый космодром «Восточный» предполагает создание нового ракетно-носителя, может быть, даже не одного. Поэтому топливо, используемое в этом ракетно-носителе, будет экологически чистое. Поэтому под районное падение, которое мы будем отводить, согласование с местными органами власти, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывает. Телескоп «Хаббл» сделал самую четкую фотографию квазара в центре гигантской эллиптической галактики. Несмотря на фантастическое расстояние в 2,5 миллиарда световых лет, это ядро галактики самое близкое и яркое из ранее открытых. Впервые его обнаружили в 1959 году как сильный источник радиоизлучения. Часто квазары выбрасывают с полюсов мощнейшие струи газа огромных температур — так называемые джеты. На снимке джет виден в виде туманной полоски света недалеко от центра. На самом деле его длина почти 200 тысяч световых лет, что в два раза больше нашей галактике Млечный Путь. Метеорология, телекоммуникация, связь, навигация и экология — это лишь некоторые направления деятельности человека, в которых важная роль отводится орбитальным помощникам. Спутники разного назначения создают или, как говорят профессионалы, строят в цехах ракетно-космических предприятий. На старейшем из них, Всероссийском НИИ электромеханике, сегодня проходит предполетную проверку космический аппарат Михаил Ломоносов. Как и его исторический тезка, великий русский ученый, спутник Ломоносов имеет много научных интересов. Его планируют вывести на орбиту весной будущего года. Репортаж о новом представителе космической флотилии МГУ. Смотрите в программе «Космонавтика» на канале Россия 24 в ближайшие выходные.